Городской округ Химки готовится к массовому лыжному старту. 3 февраля на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» пройдут традиционные соревнования «Московская лыжня-2013». 16-ю по счету гонку в этом году посвятили памятной дате 70-летию победы в Сталинградской битве. О подготовке к большому спортивному празднику материал Екатерины Юшиной. «Московская лыжня» пройдет в рамках Всероссийской. Значительная часть организации легла на плечи Химкинского спорткомитета и Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Количество участников с каждым сезоном увеличивается, поэтому и процесс подготовки занимает все больше времени. От метро «Планерная» будет пущен бесплатный автобус до спортбазы. Закончил соревнование также бесплатно, участники соревнований могут покинуть старт. «Будет установлена концертная сцена, как это делается обычно, где будут петь и развлекать публику молодежные группы. В округе Химки будет организована торговля, то есть будут организованы буфеты для того, чтобы желающие могли попить горячую часть, есть пирожок». Старт московской лыжни начнется отсюда. Мужчины и женщины прибегут марафоны по 10 и 40 километров. Длина дистанции для детей – 5 километров. Для участия в гонке уже зарегистрировались более 12 тысяч человек. Организаторы мероприятия приготовили каждому лыжнику подарки с памятной символикой. К участию в лыжной гонке допускаются все желающие. Необходимо только предоставить справку от врача. Профессиональные спортсмены и любители из столичного региона Тулы, Брянска, Тамбова и других городов России называют московскую лыжню не просто спортивным мероприятием, но и настоящим праздником. «Праздник, да. Считаю, что приносит радость и собирается есть повод собраться все вместе, принять активное участие в жизни так общества». Олеся занимается лыжным спортом второй год. Предстоящая гонка – первый крупный старт в ее карьере. Рассчитывает на свои силы и моральную поддержку подруги. Трассу девушки уже опробовали. Кстати, ее начали готовить еще с начала зимы. Специальная техника – «Ретрак» регулярно выезжает на просторы спортивной базы. Ее запускают после трудового дня. Сейчас машина отдыхает. Накануне соревнований, то есть в субботу вечером, она еще раз проедет по трассе московской лыжни. Плюс ко всему в мероприятии примут участие и люди с ограниченными возможностями. Это будет уже четвертый сезон, когда для них проложили дистанцию в 500 метров. Екатерина Юшина, Олег Мелехов, Служба новостей.